Здравствуйте, дамы и господа! И сегодня у нас блистательная, блистательная игра в режиме 3х3. Одна из самых любимых игроками Warhammer Soulstorm'а карта для 3х3 это Альварус. Первый клан представляет из себя содружество игрока Синкрофазотрон. Он играет за синего космодесантника, располагается на юге. Его напарник это Низшее Благо, довольно-таки остроумный никнейм, кстати. Он играет за имперского гвардейца, строит себе пехотный штаб. Их третий напарник это Сват Биггс. Этот человек играет за империю Тау, уже построил себе казарму и сейчас что-то будет прикольное делать на этой карте. Вторая команда представляет из себя слэш, значок слэш. Это никнейм такой, играет за имперскую гвардию. Второй их напарник это Ника Энт Оля, играет за Эльдар. И третий в их команде это Некрон Дружинник. Вы знаете, ребята, если прямо совсем честно, то смотрите, здесь у нас имперский гвардеец это сильно. Эльдар это сильно, Некрон это сильно. Против космодесантник это не настолько сильно. Имперская гвардия сильно, Тау сильно. Вы знаете, я думаю, что в принципе шансы равны, если Тау перебивает тут Эльдара. Если этот космодесантник выигрывает тоже мидгейм и раскачивается игрок низшее благо, который играет за имперскую гвардию. С другой же стороны, тут имперский гвардеец может тоже хорошо себя чувствовать, если Эльдар будет просто Т2 тащить, максимально тащить Т2. Но с другой стороны, нужно, чтобы и Некрон качался, и имперский гвардеец качался. У первого клана тут можно заставить качаться только одного лишь. Ну, имеется ввиду ресурсы собирать, там в тир жестко, быстро выходить. Можно оставить только вот имперского гвардейца. А Т2 у Тау хороший, Т2 даже и у космодесантика тоже неплохой. Если он, особенно если он будет делать героев, пехоту, таким образом можно очень даже неплохо, ну, кого угодно, я бы сказал, подзамочить. Имперский гвардеец отправил сюда свой отряд командования. Он неплохо справляется с задачей, очень хорошо разбрасывает Псайкер. Вообще чувствует себя хорошо, стреляет во всех. Ну, в принципе, нормально. Сюда бегут целых два техножреца. Техножреца, кстати, такое ощущение, что одного из этих техножрецов побьют. Подходит отряд командования противника, но тут уже решает отступить немножко наш игрок за низшее благо. Кстати, что прикольно, он построил здесь турель, чтобы никто не забрал ключевую точку. И это очень правильно, я считаю. Кстати, подошел герой, герой начинает стрелять, очень хорошо стреляет герой, вообще прямо очень хорошо. Кидается стационарный болтер, если не дать построить стационарный болтер, это будет прямо очень даже неплохо. А можно самому, кстати, вот так продвигаться, 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 все больше и больше, больше и больше болтеров ставить. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь некрон, но всего лишь одна единица, дружинник отправил сюда одну единицу. Ну, в смысле, двое других-то погибли, но вот он решил посмотреть, что тут. Ну, на самом деле, тут ничего особенного. И вот сопротивление встречает лорд Некронов. Он, конечно, попробует уничтожить генератор или не дать его построить. Ну, посмотрим, что он сделает, получится ли. Я думаю, то, что двух служителей он не перебьет вообще, починку двух служителей. Пытается напасть, но, если честно, вот тут потеря отряда командования, именно вот самого вот этого командира и священника, это на самом деле существенно бьет по карману. Кто-то пишет, этот Эльдар сливается или что? Оно тащить не может, если проигрывает. Странно звучит, конечно. Давайте посмотрим, что там Эльдар-то делает. Нет, у Эльдара все нормально. У него темные жнецы есть, два отряда, есть 30 энергии. Он прокачивает себе ЛП-шечки, и он уже выходит во второй тир. Все хорошо у Эльдара. И самое главное то, что темные жнецы, они, чем дальше в тир, тем они сильнее становятся, потому что им будет прокачиваться оптика. И на самом деле я вижу тут Эльдара как одного из самых сильных, в принципе, игроков, потому что он себе может кого угодно сделать. Нужны какие-нибудь танки неким вязать? Он может баньшей сделать себе очень много. Баньшина Т3, кстати, довольно-таки много здоровья имеет. То есть, в принципе, это все решаемые вопросы. И посмотрите, как они неплохо тут всех прогоняют. Тем более то, что Некрон может кинуть вот этот Некрон Дружинник, он кидает вот этот вот Solar Pulse, и можно, в принципе, пытаться как-то пробить стационарный болтер. Вот, но единственное, да, героям нужно помогать вот этих техно-жрецов уводить. Опачки, опачки, опачки. Да, а вот это было, кстати, очень сильно. Стационарный болтер тут прям очень неплохо зарешал, задамажил. У стационарного болтера хороший урон. Они всех прогнали, и самое главное, они еще и героя Некронского побили. Вот это вообще было сильно. Вот мы видим то, что... Видите зеленую точечку? Это значит, там валяется герой вот этот Некронов. В принципе, очень хорошо Некрон себя чувствует. У него прирост 80, и посмотрите, он уже начинает строить термогенератор. Когда он его достроит, будет очень-очень-очень-очень много. Обелисков достаточно, посмотрите, раз. Но этот раз, два, получается, вот два у него есть. И третий это где? Потому что эту часть-то он отдал своему напарнику. То есть у него раз, два, три. И ему 45 достаточно. А Эльдар вот себе забрал дополнительный слышащий Атар. Эльдар на раз, два, три на четырех точках получается. Это нормально. Но еще четыре точки, конечно, у этого имперского гвардейца. Посмотрите, у имперского гвардейца это очень все хорошо вообще. Давайте на космодесант обратим внимание. Он делает капеллана, он делает серых рыцарей, он делает библиарии. У него есть герой, герой. У него никаких снайперов на это он не тратил ни времени, ничего. А вот капеллан с серыми рыцарями, вот это уже сильно. Капеллан с серыми рыцарями плюс парочка героев, это круто. Капеллан будет давать реген серым рыцарям, и они уже толпой смогут кого-то мочить, втаптывать в землю. Библиарий, тут еще прокачка на героев, если то с этим спокойно ДТ-3 можно дожить. И потом для Командора будет соответственно отряд терминаторов, для библиария будет отряд штурмовых терминаторов. Ну, либо наоборот. Либо, конечно, наоборот. Вот Эльдар уже прилетел, вот Эльдар уже высадил своих парней и начинает стрелять. Вот это вот очень неприятно. Библиарий вышел. Вот тут драка проигрышная. И просто стоят парни. Да, он что-то кинул, да, вроде неплохо. Они живут, они не помирают. Посмотрите, какая регенерация бешеная. Тут просто, я не знаю, в секунду 30 кп, наверное, регенит. А может даже и больше. И вот этот вот отряд, он на самом деле очень-очень плотный и толстый. Особенно если подрался, отошел, подрался, отошел. Остается только, наверное, в будущем прокачать им пистолет. Хотя на самом деле можно. Вот, вот, он пистолет, собственно, и строит. Хотя на самом деле можно было бы просто качнуть прокачку для повышения здоровья героев всех. И этого было бы на самом деле достаточно. Потому что этот пистолет, конечно, прикольный. Но все-таки больше они танкуют, герои и так далее, чем наносят урон. Вот сейчас они толпой пытаются пробежать посмотреть. Мне на самом деле нравится. Я давно не видел, чтобы космодесант вот так вот себя вел. Прямо отвязно. Это выглядит довольно-таки прикольно. Они прям стоят, долбят, ну реально круто. Качается ли пистолет? Да, пистолет и бионика. Ну, в принципе, все правильно. И в библиаре стоит, настреливает. Так, имперский гвардеец качает все, что надо. Заказывает очередного героя. И у него тут все-таки БМП Химера. Давайте посмотрим, прокачаны ли тут все парни. Нет, посмотрите. У них вооружения тяжелого нет. То, что он приехал сюда, на самом деле толку не особого и не дает. По сути. Ну, то, что он вот тут стрелает вот эти штуки. Да, в тактическом штабе нужно качать. А так у него пнул стационарный болтер. Это вроде как прикольно. А так у него три точки, ничего особого нет. Хотя нет, гоню четыре на самом деле. Что тут у нашего? Вот, барракуда. Вот это то, что мне нравится. Смотрите, транспорт скат есть, герой есть, барракуда есть. Вот это вот сильно. И тут некрона. Можно реально потрепать. Но мы видим то, что уже Пауков Варпа вывел Эльдар противника. Про которого, собственно, я говорил. Смотрите, у них на пять моделек почти четыре КХП. Да, они потеряли эту. Но, блин, они может зря сюда прыгнули. Хотя, подожди. Они и так убили его. Обалдеть. Ну, тут потому, что два взвода Пауков Варпа, на самом деле. Так-то их много. Смотрим. Тут, по-моему, с тиром все в полном порядке. Готовится полномасштабная война. Тут большое количество воинов. У них, конечно, нет какого-то вооружения тяжелого. Но им, наверное, это и не нужно. У Эльдара все в порядке. У него есть Гравитанк Сокол. У него есть два отряда Паучков Варпа. У него есть два отряда Темных Жнецов. У всех хорошая дальность атаки. Все мочат. И вот еще есть даже увеличение прироста влияния. Денег много. Всего много. Все хорошо. Пауки Варпа. Раз, два, третий отряд уже выходит Пауков Варпа. Но я думаю, с этим вряд ли что-то можно будет сделать. Некрон, в свою очередь, выходит в Т3. У него прирост 150. Это очень много. Строится второй монолит Некронов. Армии нет. Но он, собственно, качается для того, чтобы залейтить. Как и вот этот вот игрок качается. И у него уже там полномасштабная война заказывается. Так и Некрон тоже. Посмотрите. Скоро уже все будет. В свою очередь, что мы видим у космодесантника. У него есть Т3. Учитывая то, что есть центр орбитальной связи. Вот он уже заказал терминаторов. Он, скорее всего, сейчас их сбросит уже. Присоединит туда. Вообще капеллана надо. Хотя, если это просто обычные терминаторы, туда можно на самом деле библиария. Да, скорее всего, библиария сюда. Да-да-да. Обычно так и делают. И сейчас возьмет штурмовое орудие и закажет штурм терминаторов. И уже можно нормально бычить. Тут тира нету Т3. Мы видим то, что надстройки нет. Часовые заказываются. Ну, так получается по мелочи что-то. Ну, и, собственно, вся надежда вот здесь. Тут уже, посмотрите, центр коалиции. Тут уже командный пост Монтка. И мы видим то, что вот второе, даже прирост такой. Вот тут полный порядок, на самом деле, у этого игрока. Две барракуды. Ну, то есть, техника есть. Есть войны огня. Вот это вот может сильно зарешать, на самом деле. Если сейчас не дать выйти нормально в Т4 юнитов, то можно неплохо все сделать. Ох, вот тут бы не откиснуть, кстати. Да, в принципе, и не должен откисать. Итак, тут заказывается ли? Нет, все-таки заказывает Лемонраса. Хотя, блин, столько ресурсов. Можно было сделать 4 отряда условных гвардейцев и вооружить их чем угодно. Зачем вот так сидеть, ждать? Ну, или поделись тогда с кем-нибудь ресурсами. Вот. Но реально ресурсов много. Можно даже второй штаб механизированных войск ставить. Эльдар. Посмотрите, какая у него армия огромная. Тут и гравитанки Сокол, и 3 отряда пауков Варпа. И все. Вообще, в принципе, есть все, что нужно. Некрон, в свою очередь, уже нажимает выход в живой монолит. Приросты огромные, но пока не дерется, не играет. Космодесантник. Посмотрите, у него есть ветераны-штурмтерминаторы. У него есть взвод обычных терминаторов, которые должны стрелять. По идее, вот отсюда надо выходить и стрелять. Вот эти парни с ближнего боя, они неплохо накидывают. Но, конечно, сюда бы лучше героя Капеллана. Хотя, возможно, он погиб. И тут у нас серые рыцари. Вот, которые без Капеллана. Блин, тут Капеллана бы, он бы все это регенил. И было бы все классно, на самом деле. Вот. И, в принципе, они могли бы долго. Посмотрите, у них регенерация хорошая. Потому что все коцаны и все регенят. А вот с Капелланом тут было бы вообще какое-то бешеное количество просто регена. Опять-таки, не вышел до сих пор в Т3. Делает часовых курочек там всяких. То есть, Т2, Т2 драка. Какие-то гвардейцы вроде как... Вообще, выглядит, в принципе, неплохо. Но, блин, тут уже косаркины. Хотя, на самом деле, гвардейцы косаркинов побьют. Это 100%. Гвардейцы вот так. Просто посмотри. Раз, два, три. Вот и нету, нельзя никаких косаркинов. Косаркины, это не настолько круто, как гвардейцы с гранатометами. Это самый сильный юнит. Опачки, космодесанты, дредноута вытащил. А вот это уже выглядит довольно-таки прикольно. Конечно, неприятно то, что подходят вот эти вот отверженные. И бьют центр орбитальной связи. Но, опа, заказал дредноута. Давай, скидывай его сюда. И добивай до конца противника. Добивай его до конца. В свою очередь. Блин, молодец. Посмотрите, сколько у него шпионских зондов. Посмотрите, сколько у него, в принципе, всего. Вот тут есть армия. Могут поедать трупы для восстановления здоровья. Это название подразделения такое. Довольно-таки прикольное. Оригинальное название. Войны огня есть. Шпионы. Войны огня. Есть. Эфирил. 1150 хп. Есть барракуда. Вообще, с этим полный порядок. Заказывается еще одна барракуда. Блин, можно вообще лимитов очень много наделать. И чувствовать себя комфортно. Особенно учитывая то, что у Войны огня, ну, со всеми прокачками, будет 50 дальности атаки. Да, живой монолит. Это, наверное, одно из таких вот всяких неприятных штук. Но, если все начнут атаковать, посмотрите, какие куски просто... Посмотрите, какие куски отрываются. И вот эти пацаны, шпионские экзоскелеты 1515, они на самом деле в состоянии кидать определенную гранату, которая станет живой монолит. И можно на самом деле его держать на месте и просто мочить конкретно. И вот с этим это, собственно, и надо делать. Но, конечно, сперва решил уничтожить эту фигню. И сейчас, в принципе, толпой надо влетать и уничтожать этот живой монолит. Без живого монолита некрон будет не настолько смелый и дерзкий. Заказывается все, что надо. Вроде как техника, лимит 10 из 10. Тут есть целых два танка Лемон Расс. Они очень дальнобойные и круто стреляют. У Эльдара есть все. Световое Копье, Брайт Лэнс, если я не ошибаюсь. Есть Всевидящий Совет, у которого броня типа Командир. Есть целых три отряда Пауков Варпа. Есть Взвод Темных Жнецов. Единственное то, что, конечно, из техники пока что только Световое Копье и больше ничего. Но хотя оно вот как раз таки и делает основную движуху. У Некрона приросты огромные. Он качается и заказывает там себе духов. У него герой есть. У него есть живой монолит. Он его даже подчиняет вот этими вот скоробчиками. И посмотрите, они, может быть, смотрят в другую сторону, но чинят они именно здесь. И вот отверженный. Вот это, конечно, капец. Они очень толстые. Я не знаю даже такое ощущение, что у них броня даже круче, чем у одержимых условных. Космодесантник очень хорошо бьется. Очень хорошо вообще сражается. Он даже заставил терминатора вот этих. Очень неприятно. Тут у нас имперец Т3. Тут у него все вроде как нормально. И он заказывает косаргинов, но уже армейки нет. Посмотрите, 0 из 12, 0 из 10. Это не круто. И, соответственно, генеральный штаб. Вот тут все вот это есть. Эфирил, конечно. Но все-таки тоже, да, как-то уже не то. Как-то уже не то. И вы знаете, ребята, у меня такое ощущение. О, штаб механизированных войск второй воткнул. Тут заказывают это. Блин, на самом деле сыграл круто. Но у меня такое ощущение, что именно Эльдар. У меня ощущение такое, что именно Эльдар тут всех замочил. Он реально всю игру показывал очень хороший результат. И мне кажется, то, что юнит победы у Эльдар, это именно паучок варпа. Вот эти вот ребята. Паучки варпа. Они реально тут накидали всем. Вот они, паучки варпа. Посмотрите, как они выглядят. Кстати, красиво то, что у них прямо все пальцы вот так видны. На самом деле, красиво выглядят пауки варпа. Обратите внимание. Хотя расцветка, я бы сказал, ну, на мой взгляд, как-то темновато. Темновато как-то выглядит. А так-то выглядят они прекрасно и хорошо. Так что я считаю, в общем, то, что пауки варпа тут задамажили всех. Но это мое мнение такое. Вот они. Давайте деньги посмотрим. Ресурсы. На первом месте, конечно, Дружинник, потому что он у нас этот. На втором месте, да, конечно, Имперская Гвардия. Но на третьем-то Эльдары. Вот какие молодцы. Реально сыграли круто. Большое всем спасибо на просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...